В Твери проводится доследственная проверка по факту падения наледи на мужчину с крыши одного из домов на проспекте Победы. Прохожий получил травмы. Судя по всему, такая же участь ожидает и многие другие управляющие компании областного центра. В городе до сих пор десятки, если не сотни домов, по всему периметру увешанные сосульками и на крышах которых скопились огромные сугробы. Жители Твери продолжают возмущать работа управляющих компаний по части уборки снега. В городе с трудом можно найти более-менее приличный расчищенный двор. Однако куда опаснее ситуация с очисткой крыш. На многие из них нога человека не ступала с самого начала зимы. В итоге там образовались самые настоящие сугробы, которые время от времени лавины сходят вниз. Еще большую опасность представляют сосульки. Несмотря на все это, управляющие компании очень часто отделываются лишь имитацией работы. Вот здесь на улице Крылова классический пример того, как управляющие компании борются в кавычках с сосульками. Они просто повесили ограждающие ленточки. Причем оградили по факту, как вы видите, просто стены. То есть тротуар не перегорожен и передвигаться по нему безопасно можно только если идти по самому краю. Ну и естественно постоянно поглядывая вверх. Однако, к сожалению, далеко не все тверичане проявляют бдительность. В итоге из разных мест города регулярно поступают сообщения об инцидентах. То на трехсвязкой девушка пострадала от сосульки, то в Брусилове ребенка задело груда снега. Город администрация уже грозит управляющим компаниям дополнительными проверками. Прокуратура же приступила к практическим действиям. Проверки проводятся как инициативно, так и по обращениям граждан и по информации в СМИ. В связи с выявленными нарушениями в адрес руководителей управляющих организаций внесено 30 представлений. Возбуждено 32 дела об административных правонарушениях, а также предостережено 14 должностных лиц. В прокуратуре отмечают, что к ним жалобы от граждан поступают тоже довольно регулярно. И работа у них во всех смыслах слова выше крыши. Так что если управляющие компании и дальше будут игнорировать сложившееся положение, отделываясь либо вот такими ленточками, либо ссылками на нехватку людей, то кто-то из директоров УК, что называется, допрыгается.